С опытом работы централизованного разведения мы сегодня говорили много об искусственном интеллекте. Здесь, пожалуй, искусственного интеллекта у нас еще нет, но есть различные компьютерные системы, которые нам помогают. Это те же информационные системы, в которых мы все работаем, но и в том числе есть мировой опыт работы с роботизированными системами. Вообще, все мы знаем, что химиотерапия представляет собой яды. История химиотерапии началась с того, что был использован ИПРИД для лечения пациентов с локачественными лимфомами. Тогда удивительным образом пациенту с запущенной лимфомой при использовании ИПРИД увидели положительное воздействие и тогда попробовали использовать вот эти токсические яды в химиотерапии. И действительно, мы знаем, какие есть осложнения при использовании химиотерапевтических препаратов у наших пациентов. Но не так много работ об вреде воздействия этих препаратов на персонал. И да, действительно, есть работы, которые, допустим, изучают детей, подростков, которым проводили агрессивную химиотерапию. В дальнейшем у них появляются индуцированные опухоли через 20-30 лет. Таких работ, когда персонал постоянно получает низкие дозы препаратов в своей каждодневной работе, их очень мало. Ну, ничтожное количество. Что мы знаем? Мы знаем, что персонал, который работает в химиотерапевтических отделениях, у них есть влияние на здоровье в виде влияния на фертильность. Это различные острые реакции цитоксических препаратов и различные аллергические реакции. Многие, может быть, знают, когда медсестры жалуются на то, что у них появляются кожные высыпания какие-то, у них появляются аллергические заболевания, да, там, аллергические рениты. И они рассказывают о том, что у них проходит это после выходных, это проходит после отпуска. Часто постовые медсестры жалуются на то, что, например, к вечеру у них моча пахнет цитостатиками. То есть мы понимаем, что все-таки через пары, через работу с цитостатиками они получают свою дозу препарата. Интересная работа была, которая показала о том, что, например, стенокардия у персонала, работающего в химиотерапевтическом отделении, возникает в два раза чаще, например, чем у персонала, работающего в радиотерапевтическом отделении. Ну и существуют международные стандарты обращения с цитостатическими препаратами. Вот первый пункт, самый главный, это устранение замещения, да, он не подходит для химиотерапевтических отделений априори. И поэтому появилась идея как раз создания отделения централизованного разведения с целью обезопасить персонал и вынести централизованное разведение в отдельное помещение. То есть постараться изолировать, чтобы разведение осуществлялось не на всех отделениях, да, допустим, 15 химиотерапевтических отделений в большом учреждении. Ну, химиотерапевтических может быть меньше, мы знаем, что и хирурги, да, могут проводить неодевантную, девантную химиотерапию и вынести в отдельное подразделение. Ну и таким образом попытаться изолировать персонал и пациентов. Это изоляция разводимых препаратов за счет вытяжных шкафов, ламинарных потоков воздуха. Это специально обученный персонал, потому что как раз действительно имеется большое количество работ, которые говорят о том, что эти риски значимо снижаются, если персонал обучен правильно работать с цитостатическими препаратами. Создание отдельного помещения – это оптимизация, утилизация отходов ГЭТ, да, то есть централизованная утилизация этих отходов. Это снижение нагрузки на персонал и дополнительно контроль за состоянием персонала, работающего в этом отделении. И создание инструкций по работе с ядовитыми препаратами. Ну, вот в идею создания этого отделения легла безопасность персонала и пациентов, но потом оказалось, что на этом можно неплохо сэкономить бюджет учреждения, осуществить дополнительный контроль разведения, потому что мало того, что у вас работает специально обученный персонал, который знает, как правильно разводить, он знает, какой флакон нельзя встряхивать, где надо аккуратнее, да, где нельзя, чтобы образовалась пена, где надо подержать флакон под теплой водой. То есть понятно, что все это персонал все знает и более правильно готовит. Это дополнительный контроль стерильности, постоянно берутся в отделении посевы на стерильность. Это, опять же, централизация отходов и более прозрачная система учета. Ну вот, до 2014 года у нас в центре осуществлялось децентрализованное разведение, как и в большинство учреждений. На самом деле, сейчас многие идут по пути централизации разведения и химиотерапевтических препаратов. И во многих регионах и диспансерах страны уже существуют кабинеты или отделения централизованного разведения. У нас отделение было... В сентябре 2014 года приказом директора было создано кабинет централизованного разведения в рамках дневного стационара, а с января 2015 года уже выведено в отдельное подразделение, как отделение централизованного разведения. Я не буду подробно останавливаться на нормативных документах, они представлены на слайдах. Были созданы СОПы. СОПы сейчас есть у всех. Мы знаем, что для любого вообще движения, нажатия на кнопку, мы сейчас пишем СОПы. И, соответственно, разработаны СОПы по работе отделения централизованного разведения и взаимодействия со структурными подразделениями центра. Опять же, существуют приказы и положения, соответственно, которым мы работаем. Ну и вот часто задают вопрос, да, сколько стоит создать отделение централизованного разведения. Ну вот зелененький столбик – это централизованное разведение, где у нас входит заведующее отделение, врач, старшая медицинская сестра, пять процедурных сестер и одна санитарка. Если у вас децентрализованное разведение, у вас доступ, мало того, что к ядовитым веществам, в том числе и к дорогостоящим препаратам, имеет большое количество персонала. Это медсестры, допустим, это четыре химиотерапевтических отделения, плюс хирургические отделения, это 12-15 отделений. То есть у вас порядка 25-30, а может быть и больше медсестер имеют доступ к этим препаратам. Соответственно, все лечащие врачи, которые делают назначение для своих пациентов, это все старшие сестры этих подразделений и все санитарки, которые будут утилизировать и проводить дезактивацию этих учреждений. Мало того, что они все контактируют, их еще всех надо обучить с ними и их всех надо контролировать, начиная от момента разведения и момента утилизации. Заканчивая, мы помним, как у нас приходили контролирующие органы и спрашивали про остатки препаратов. Здесь у нас гораздо все прозрачнее, потому что у нас есть одно отделение, в котором доступ только у шести медицинских сестер и все достаточно видно, какой препарат был введен. Что касается вентиляционной системы вытяжных шкафов, по сути, мы знаем, что во всех отделениях химиотерапии все равно вытяжные шкафы есть, но вот именно ламинарные потоки воздуха, вентиляционная система хорошая у нас. Одна в отделении централизованного разведения. Мы понимаем, что в хирургических отделениях, ну, в 99% случаев нет вытяжных шкафов. И понятно, что когда хирурги делают химиотерапию, они очень часто до эры нашей централизованного разведения просили, чтобы мы все равно химиотерапевты им разводили препараты. Мы боимся, мы не хотим, в конце концов нам за это не доплачивают. Ну, как бы мы все понимаем, да, эти человеческие факторы, сейчас эта проблема полностью решена. Что касается стоимости ламинарных шкафов, она абсолютно разная, очень сильно варьирует. Она зависит от того, что шкаф предназначен на одного человека, на двух человек. Это изолированная система, неизолированная. То есть есть системы с изолированной системой для отходов, где персонал больше не контактирует. После вскрытия флаконов есть открытые системы. У нас простой совершенно открытый шкаф, как мы видим, да, вот у него открытые окошки. Вот здесь вот, вот, так, извините, назад. Сбоку загружаются либо через центральное окно препараты, справа картинка с нашей вытяжной системой. Вот непосредственно персонал, работающий в тяжелом шкафу, приготовляющий растворы в СИЗах. На самом деле, нашими коллегами, европейскими, была проведена работа, и оказалось, что только 40% персонала используют вытяжные шкафы для разведения цитостатических препаратов. И 82% работают в СИЗах. То есть меня очень удивило, практически 20% даже не используют СИЗы при разведении цитостатиков, даже хотя бы там не всегда, оказывается, используют перчатки. Что понятно, что у обученному персоналу такое в голову даже не придет. Плюс у нас есть компаундерная система, которую мы используем для наполнения помп с 5-фторурацилом. Но если говорить про роботизированные системы, на самом деле, вот когда особенно было много всяких проверок, когда мы только открывались, конечно, нам хотелось максимально убрать человеческий фактор. И мы думали, каким образом это сделать, и думали, что, возможно, нам поможет в этом робот. Такой робот стоит в... Густаво Руси во Франции. Ну и вот спрашивают, насколько точно, да, девочки, медсестры наполняют тот флакон, который нам нужен в миллиграммах. Но оказывается, что и робот, даже при том, что как бы ему максимально точно ставят задачу, он не может достичь такой же точности, какой бы нам хотелось. То есть его точность дозирования плюс-минус 5%. У него гораздо ниже скорость работы. Человек работает гораздо быстрее. И производительность этого робота очень маленькая. Плюс существуют сбои в работе. Оказывается, этот робот надо натренировать на каждый флакон отдельно, чтобы он мог рукой захватывать. Должна быть определенная спецификация робота и препарата, потому что если они не подходят друг другу по спецификации, то препарат использовать нельзя. И очень много оказалось различных нюансов, о которых мы даже не подозревали. Ну и вот наши коллеги из Саудовской Аравии провели работу. Они использовали робот на протяжении трех лет. И посмотрите, оказывается, только на третий год работы они более-менее адаптировались к его условию. Но вот предыдущие два года больше, чем половину рабочего времени робот у них стоял. И стоял у них первый год по техническим причинам, второй и третий по нетехническим причинам. Сложно объяснить, что у них там было. Но сюда еще не заложена стоимость покупки этого робота, стоимость его обслуживания, стоимость его тренировки и так далее. То есть ручным методом понятно, что все это дешевле получается. Что касается хранения препаратов, понятно, у нас есть шкафы для хранения, есть термометры, которые заложены на то, что если будут какие-то перепады с электричеством, есть запасной генератор, термометр пишет температуру, чтобы можно было отследить правильность хранения. На отделении хранится 10-дневный запас препаратов. Ну вот что касается работы в информационной системе. Доктор при поступлении пациента заполняет на него заявку. Эта заявка передается в отделение централизованного разведения. И соответственно, когда пациент поступает, ему присваивается индивидуальный штрих-код. На каждую новую госпитализацию это новый штрих-код. Этот штрих-код дублируется, вот если посмотреть, он дублируется на заявке, он дублируется на браслете у пациента, чтобы, не дай бог, ни тот препарат ввели, ни тому пациенту, чтобы такого не произошло. И сейчас вышли методические рекомендации по централизованному и децентрализованному разведению в онкологических учреждениях, где требуется вот эта вот дополнительная маркировка. Этот штрих-код как раз служит дополнительной маркировкой. Ну вот так девочки подготавливают препараты. То есть, каким образом происходит разведение? Сначала собирает весь доксорубицин, к примеру, который нужен на центр, весь циклофосфан. И, соответственно, вот так выглядят эти препараты. Вот непросовестно промаркированные помпы и растворы. И тоже, соответственно, методическим рекомендациям здесь указывается и идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, объем разведения, препарат, его количество, которое там разведено, дата разведения. И после всего этого собираются контейнеры для каждого отделения. Существуют, понятно, учетные документы для списания остатков, для списания тех препаратов, которые использовались на отделении, и хранятся также листы разведения. То есть один отдается на отделение, которое непосредственно будет находиться в истории болезни, а один остается у нас для контроля в разведении. Чтобы облегчить врачам работу с заполнениями заявок и листов разведения, на самом деле врач формирует только один лист, а распечатывать он может уже на свое усмотрение. Когда нажимает на печать, он выбирает, что ему напечатать. Заявку или лист разведения. Также у нас уже внесены туда шаблоны, которые внесены туда по названиям схем и по КСГ, которые можно просто выбрать. Например, Full Fox, туда, соответственно, притягивается Full Fox. Как выглядит для отделения централизованного разведения, в нашу информационную систему мы внедрили много модулей. Это модуль «Остаток склад», где доктор не может выбрать тот препарат, которого, например, в данный момент нет в наличии, так же, как и отделение разведения. Есть модуль «Выдача препаратов». Здесь нам помогает информационная система как раз посчитать весь иринотыкан, который, например, нужен на сегодняшний день, весь торстузумаб, который нужен на сегодняшний день, и помогает выбрать оптимальные объемы. Потому что мы знаем, что флаконы могут быть разных дозировок, он помогает нам выбрать те оптимальные флаконы, чтобы остаток был минимальный. Здесь представлена непосредственно структура взаимодействия, но я на ней подробно останавливаться не буду. Ну и что оказалось, что помимо всего этого мы можем неплохо экономить бюджет, и мы не первые. В 2016 году, опять же, наши европейские коллеги посчитали, что если использовать терапию не во флаконах, а в миллиграммах, то страховые компании США теряют до 2 миллиардов долларов каждый год, используя терапию во флаконах. Каким образом происходит подсчет экономии? При децентрализованном разведении, ну вот пример, три пациента, ему нужны препараты в различных трех дозировках. Соответственно, мы выдаем флаконами и получаем соответствующие остатки, которые мы утилизируем на отделении. При децентрализованном разведении мы суммируем всю дозу, которая нам необходима конкретного препарата, выдаем оптимальное количество флаконов с дозировками соответствующими и получаем минимальный остаток. Ну вот, да, если посмотреть при децентрализованном разведении, остаток 104 миллиграмма, при децентрализованном 4. Основные препараты, которые сыграли топ-5 МНН в размере экономии, оказались Тростозумаб, Бевоцезумаб, Тростозумаб и Тандимы. И если посмотреть, да, Тростозумаб позволил сэкономить 34%. Топ-5 по доле экономии затрат относительно стоимости оказался на первом месте по клетоксел. То есть удалось 40%, казалось бы, банальный цитостатик, который, ну можно сказать, рутинно, да, на жаргоне льется рекой. 40% стоимости его удалось сэкономить. Ну и в среднем, если посмотреть, примерно 10% стоимости мы экономим каждый год от тех денег, которые выделяются. Много говорят про КСГ. И вот посчитал у нас Никита Михайлович для комбинированной иммунотерапии. Все время мы уходим в минус сейчас нашими КСГ, но с учетом централизованного разведения, да, там плюс небольшой, но тем не менее в минус мы не уходим. Потом же мы обсуждаем дозы иммунотерапии. Мы говорим, что все-таки какой-то объем дополнительный заложен для фармкомпаний, да, к стоимости этих препаратов. Потому что когда был неволумаб, у нас было 3 мг на килограмм, пембролизумаб 2 мг на килограмм, сейчас пембролизумаб 200 мг. То есть средний вес, на который они посчитали, 100 кг. Ну вот мы посмотрели, средний вес пролеченных пациентов мужчины 78, женщины 68. То есть мы понимаем вот этот объем, который мы переплачиваем при лечении наших пациентов. Ну и, конечно, у нас увеличивается и пациентопоток, и, соответственно, количество разведений. Даже если посмотреть 2020-2021 год, то среднее количество разведений было порядка 150 в день. Сейчас где-то 200-250 у нас количество разведений в день. Ну и вот мы видим, что с момента создания более чем в два раза мы увеличили объем нашего разведения. Ну и если посмотреть по экономии, я думаю, что цифры такие красивые. Когда мы создали только за первые 4 месяца, мы сэкономили более 6 миллиардов. Простите, пожалуйста, 6 миллионов. За 10 месяцев 2023 года уже сэкономлено 134 миллиона. И за время существования отделения централизованного разведения на лекарственных препаратах мы сэкономили для наших пациентов в 921 миллион, которые мы можем потратить для лечения дополнительных пациентов, которые обращаются к нам в центр. То есть помимо того, что мы снизили риск негативного воздействия на пациентов и на персонал, мы снизили нагрузку на персонал, потому что препараты приходят в разведенном виде, и медистранное отделение просто подключает уже, соответственно, листу назначений, ей не надо тратить время на разведение. Это стерильные условия, это централизация отходов класса Г и экономия бюджета учреждения. Спасибо большое за внимание. Спасибо.